Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Да, я знаю, что на канале уже явный перебор с колбасными изделиями, но потерпите. Меня уже десятки раз спрашивали, можно ли приготовить колбасу без свинины. Я всякий раз пожимал плечами, потому что, на мой взгляд, свинина, ну или по крайней мере свиной жир в колбасе обязательно, но нравится она мне. А тут понадобилось приготовить колбаски для гриля без свинины. Я репу почесал и решил, приготовлю из курятины. Ролик снимал, вам показывал, если пропустили, щелкайте вот сюда вот в уголочек на значок и смотрите по ссылочке, если пропустили. Заехал в магазин за цыпочкой, а там, к моему удивлению, очень мясистая баранина. Большая редкость в наших краях. Здесь, если и продают барашков, то совсем молоденьких. Причем таких, которые мясо еще толком не нагуляли, а вот жира на них уже очень много. Такие классические скини-фэт. Поэтому, когда я углядел, эти классные ножки, конечно же, сразу схватил. Но и решил попробовать замутить колбаски и с бараниной тоже. Результат мне чрезвычайно понравился. На мой вкус, очень такое классное сочетание пряностей получилось. Ну и поэтому, подумал, будет просто неприлично, если я не покажу вам этот рецепт. Показываю. Для начала надо обрезать с ножки все мясо. Мясник из меня никакой. Так что, можете уже начинать упражняться в остроумии и поливать меня всячески. Все прямостоически. Ибо заслужил. Отлично. Вот эта замечательная горяшка и косточки уйдут у меня чуть позже на хашламу. Или на шурупу. А это надо пропустить через мясорубку. Я для этого использую решетку с самым крупным диаметром отверстий, из имеющихся у меня 8 миллиметров. Отлично. А теперь надо добавить пряностей, соли, воды и старательно вымешать. Все пропорции я укажу, как всегда, в описании видео. И смотрите, очень важно, как следует вымешать фарш, чтобы вся добавленная вода впиталась в мясо. В этом случае даже не обязательно контролировать температуру. Я имею в виду недопущение нагрева фарша выше 12 градусов. Это в случае с этими колбасками. Вымешалось уже все. Смотрите. Можно набивать, но сначала перерыв. Можно набивать мясорубкой с насадками. Можно из пластиковой бутылки воронку вырезать. Но у меня есть шприц. Обзор и на него, и на этот комбайн со всеми плюсами, и, самое главное, минусами я уже делал. Если кто-то пропустил, то щелкайте вот на этот кружочек углу и смотрите по ссылке. Чреву сегодня использую свиную. Вообще-то, конечно, для колбасы гриль лучше говяжью. Она прочнее, но кончилась у меня. А новая партия пока еще не доехала. Вот чувствую, сейчас уже несколько человек сразу начинают строчить комментарии, где купить. В интернете. Я все покупаю в интернете. И вы тоже набирайте в поиске. Колбасная оболочка, купить. И выбирайте, что вам там ближе или что нравится. Я вот это заказывал на ebay. А фиброзная оболочка для сервилатов у меня из магазина Ем колбаски. Это вот такая вот и такая. Она несъедобная, но влагой дымопроницаемая. Мне из магазина подарки засылают, а я вам этот магазин декламирую. И рекомендую, кстати. Такое вот единение интересов. Натуральная чрева хранится у меня засоленной в холодильнике. И перед использованием я ее промываю прохладной водой от соли. И оставляю в этой же воде вымачиваться минут на 10-15. Она тогда более эластичная бывает. Да, я же не закончил говорить-то, почему в случае с сегодняшними колбасками не очень важно следить за температурой. Дело в том, что эта самая граница температурная важна, чтобы не допустить бульонного отека. Напомню, влага в колбасе удерживается эмульсией. Эта эмульсия состоит из мясного белка, из жира, ну и воды, соответственно. Эмульсия получается при интенсивном вымешивании как раз-таки этой смеси с контролем температуры. Очень важно как раз-таки не превышать порог в 12 градусов. Но если при тепловой обработке колбаску перегреть выше 80, скорее всего колбаса даст сок, то есть эмульсия перестанет удерживать влагу. А в случае с колбасками для гриля, перегреть ее на решетке дело буквально одной минуты. Да и есть такую колбаску надо сразу же, пока она брыжет горячим соком. Так что следите, конечно, за температурой, но особенно не заморачивайтесь. Ну вот, колбаски набиты, так что немного прервусь на уборку. И продолжим. Все чистенько прибрано. В таком вот виде они могут пролежать у вас в холодильнике дня три. Если собираетесь хранить дольше, ну замораживайте. Надо какой-то гарнирчик такой колбаски сообразить. Как считаете? Я вообще-то не планировал, но для красоты картинки. Картофелину на дольки, масло оливкового, соли, паприки, чеснока, пожалуй, прямо вот в шкурке. Веточку тимьяна, да, вот так, наверное. Ну и помидорок сюда же. И грибочков добавлю. Вот у меня немного шампиньончиков лежат. Вообще-то я их в крем-суп планировал. Ну ладно. Прям целиком их сюда. Да показывал я уже рецепт крем-супа. Вот, кружочек щелкайте по ссылке и проходите. А противень уже в духовку. 200-210 градусов нормально будет. Минут 20 и все будет готово. Колбаску лучше, конечно, всего готовить на углях. Но у нас испанская зима. За окном ветрило и дождь. Поэтому поджарю на сковородке. Ну, по крайней мере, сковородка с ребрышками. Чтобы вертеть было удобнее колбаску, закреплю ее шпажками. Крест-накрест. Ну вот как-то так. Эка у меня мишень получилась. Основное правило жарки на таких вот сковородах. Хочешь получить красивые полоски? Не плюхай масло, а смазывай сам продукт. Если масло налить, то оно заполнит пространство между ребрами. Само нагреется и тоже будет греть продукт. А если не наливать, то ребра классно отпечатаются. Да вы и сами все знаете, правда? Чего я тут банальности рассказываю? Обязательно спросят, прокалываю ли я колбаски или нет. Если их набиваю неплотно, как сейчас, то не прокалываю. А вот если они туго набиты, то без проколов есть риск, что лопнут. Такие запахи идут. Закачаешься. А между тем гарнирчик, я думаю, уже готов. Красотень ароматическая. Ну, остается собрать нутерморт и пробовать. И как и вишенка на торте, немного соуса барбекю, который я вам показывал в понедельник. Ссылку помните, где смотреть, да? Вот так. Кровавая капля. Бьют барабаны, оркестр играет тушь, колбаска. Сколько сока, а? Прекрасно, знаете, сам себя не похвалишь, весь день как каплеванный ходишь. Но! Дрибочек. Ой, смотрите, весь в масле. Картошка с таким классным ароматом острой паприки, с ароматом чеснока. Он масло пробитал своим ароматом. Каска, попробуйте вот это самое сочетание пряностей именно в таких пропорциях. Я не знаю, как у меня так получилось. Обычно с первого раза я не попадаю во вкус, в тему. Но вот тут просто какая-то удача. Это попробуйте. И вы тоже будете гордиться собой. Спасибо за компанию. Всем пока. Я ищу колбаски, с вашего позволения. С соусом барбекю. Вот так вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!